Счастливые лица десятка ребят, отличная погода и полезное общее дело. 19 января Центральная детская библиотека организовала необычное мероприятие. Благодаря ему малыши стали строителями крепости изо льда. Оригинальные кирпичи ребята принесли с собой. Давай, помоги. Не, надо поставить. А я тут сразу. Вон Маша кирпичик принесла. Ну, красивый. А, да, иди. Юные строители на первоначальной форме крепости не остановились. Они решили сделать ее более высокой и узкой. В итоге задумка мигом оплатилась в жизнь. Ура! Товарищи строители, где брали такие кирпичи? Дома делали. Дома делали из сока или из молока делали. Сложно такой материал сделать? Нет. Довольно сложно. Если его еще морозить самим, то сложно. Не пиная. Так, а к строить когда приступили? Сегодня? Да. Скажите, сложно было? Нет. Нет. Вместе все легко. А вообще для чего вы эту крепость сделали? Расскажите. Для красоты. Красота. И можно было там. Чтобы играть можно было. Играть можно было. Как вам, как вам, как вам, понравилось строить? Да. Затея библиотекарей понравилась не только детям. С позитивом и интересом идею восприняли взрослые. Нам очень нравится затея с тем, что придумали библиотека. Вот это вот создание такой сплоченной бригады строителей, которые вместе все сообща трудились. Это здорово, когда наши дети общаются вместе. Это их сплачивает. И создается уже более тесный коллектив дружный, который вот по нынешним временам очень необходим для всех нас. Акцию по постройке крепости провели впервые. Ее участником мог стать любой желающий, в том числе посетители библиотеки. Мы позвали читателей, чтобы соорудить совместное строение дружбы. Вот как Чебурашка и Крокодил Гена там строили дом дружбы. У нас, правда, небольшой получился, но очень-очень цветной. Чего мы и добивались. Надо было ребятам подготовиться, намешать краски в водичку, налить из-под сока контейнер и заморозить в морозилочке. И принести. Вот в результате прекрасно получилось, я считаю. И очень весело. Крепость будет достраиваться. Второй день стройки состоится 23 января в 14.00.